Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами работу с микроконтроллером STM32. Мы его с вами программируем. У нас Nucleo 401, урок у нас 51 часть 2 и работаем мы с магнитометром List3MDL. Данный магнитометр установлен на плате расширения Nucleo и мы уже с ним кое-что проделали на прошлом занятии. То есть на прошлом занятии мы добились того, что у нас считался идентификатор. То есть теперь задача у нас продолжить дальнейшую инициализацию. Мы пока код закомментировали, функции все мы переименовали. То есть ну здесь мы также выключим сначала датчик. Ну давайте сразу посмотрим, наверное, в даташите, как это нам проделать. То есть для этого у нас существует регистр вот такой вот 22-й. То есть и здесь в общем существует два бита, отвечающие за скорость или за частоту. Ну вернее даже не за частоту, а за то, что какой будет режим. Это пока ещё тут не частота. Частота у нас в другом регистре. Она будет рассмотрена дальше. То есть здесь можно не частотой играть. То есть здесь есть отдельный вот режим отключения. PowerDown. Мы его с вами сейчас и включим. То есть… То есть у нас здесь мы напишем не ODR с вами, а MD. MD у нас будет 0x02. То есть мы 1 0 сделаем вот так. То есть это и есть 2. 2. Ну пока вот это всё мы раскомментируем. Ну здесь уже у нас MAC. И здесь у нас MAC. Затем адрес шины i2c возьмём вот отсюда с чтения идентификатора. Вот. И вот. Дальше уже регистр. То есть мы с вами видели, какой регистр используется. То есть тот, у которого адрес 22. Вот этот вот у нас третий регистр. Вот его мы и будем использовать. Пишем его и сюда. Здесь мы забираем значение. Здесь мы значение в него кладём. Берём маску MDшную. Так же кладём где маска и маску. Вернее уже и не маску, а берём вот этот PowerDown, который 0x02. И ставим вот сюда. Пробуем сборку. У нас теперь уже одно с вами предупреждение, так как мы уже Value используем. Ну вот. Одна настроечка у нас уже, можно сказать, сделана. Значит, следующая настройка. Включим BDU. Ну что такое BDU, я думаю, мы все помним. Сейчас я напишу. Enable. Ну помним мы, конечно, если мы смотрели уроки предыдущие по остальным датчикам. Если мы не смотрели, мы можем и не помнить. Ну, у нас это, конечно, всё это написано. Ну, в принципе, сейчас будет из, так сказать, документации технической понятно, что же это за такой за BDU. У нас пятый регистр. Вот у нас бит BDU. Он шестой. С нуля считаем в обратную сторону. Ну, BDU – это BlockDate Update. Он, в общем, делает невозможность считывания определённого байта из регистра считывания осей в тот момент, когда этого делать нежелательно. То есть, чтобы у нас не было такой ситуации, чтобы старший бит, то есть, старший байт оказался от одного измерения, а младший байт оказался от другого измерения, соответственно. Ну, для нас это, в принципе, не страшно, но мы с вами всё равно эту опцию, так сказать, включим. Давайте. Ну, теперь мы можем с вами ходить вот здесь. Вот у нас пятый регистр. Дальше. Потом маска BDU-шная. И BDU-шный бит. Мы его включили. 0.40, правильно, шестой бит. Вот. Вот. Теперь у нас BDU включено. Ну, будем каждый раз скомпилировать лучше всего. Вот теперь у нас будет с вами вот что. DataRate. Следующий. Мы возьмём максимальный. Ну, просто чтобы удобнее было фильтрацию применить. Ну, конечно, у нас не 952, у нас всего-то 80. Ну, тем не менее, это нормальная частота для такого датчика. Датчика у нас в предыдущем было побольше, но там зато активными были только 12 бит, то есть что делает не совсем точными показания. Также берём вот это. И уже регистр будет у нас другой с вами. Регистр будет у нас самый первый. Проследуем опять, соответственно, в DataSheet для того, чтобы посмотреть и полюбоваться, что это за такой за регистр. Ну, мы уже с вами видим, что настроек в нём очень много. Ну, нам нужны настройки, которые отвечают именно за скорость. За скорость отвечает у нас вот DO, все, впрочем, UDR Гц. Вот. Мы все три с вами включаем. Вот смотрим, где эти у нас у DO находится. Вернее, DO. Вот они. Они идут со 2 по 4 биты. И мы их сейчас и включим. Ну, используем регистр первый. Вот он у нас. Мы его пока не использовали, поэтому мы не можем скопировать из нашего кода. Пока мы работаем вообще с различными абсолютно регистрами с вами. Ещё ни разу у нас регистр не повторился. Ну и маска с показаниями. С значением, вернее. Вот у нас маска 1C. Соответственно, это у нас и есть эти биты. Мы их обновляем, используя маску. Остальные биты не трогаем. Мало ли мы вдруг работали уже с данным регистром. Ну, это мы, я думаю, уже знаем такие вещи. Ну и теперь мы их устанавливаем. Все три. Можно, в принципе, и не обнулять. Можно было сразу установить. Ну, тон хорошей программирования этого требует, так сказать. И мы этим, в общем, воспользуемся. Давайте ещё раз соберём код и идём дальше. У нас много будет различных настройок. Ну, вот это как раз мы сюда и пришли. Только не 500 DPS. Ну, поставим мы, я не знаю, 4 гауса, что ли. Может это, конечно, и многовато, но пока давайте поставим. В принципе, не нужен тот код старый раскомментировать. Слишком много будет тогда у нас исправлений. Теперь регистр второй. То есть мы опять его не использовали ещё ни разу. Значит, тогда пойдём посмотрим на него. Вот такой у нас регистр второй. Вот у нас FS биты. Пятый и шестой. Вот. И они отвечают у нас за настройку. То есть у нас будут нули. Берём регистр второй. Вставляем его куда следует. Берём маску и значение. Собираем. Идём дальше. Так. Дальше у нас интересная настройка. Сейчас я напишу комментарий. Вот какой у нас будет режим высокой производительности. Но не просто высокой производительности, а высокой производительности по осям X и Y. Ну, честно говоря, я не видел, что это за такой режим высокой производительности особых таких вот осей. Но я так подозреваю, что это если мы хотим программировать компасы, чтобы у нас менее производительной был ось Z для компакса, она не так нужна. А вот именно, что в плоском пространстве параллельно требуется именно вот данные оси. Но это моё мнение. Может оно и не так. Но я подозреваю, что именно так. У нас с вами регистр первый. Он уже у нас был. Ну а биты будут у нас следующие. Сейчас мы посмотрим дата шейте. Вот у нас первый регистр. Вот. Есть ещё ультравысокая производительность. Ну, мы просто высокой возьмём 1.0 High Performance Mode. Хорошо. Зайдём сюда. Возьмём вот эту маску. Скопируем сюда. И возьмём вот этот High OM. Всё. У нас уже много всяческой инициализации произошло, но опять же это не всё. Теперь следующий комментарий. Отключим. Температурный датчик. То есть он нам сейчас не нужен. Мы не собираемся идти на мороз. Мы пока работаем в лабораторных, так сказать, условиях. Зачем нам лишние тормоза? Ну, так же он в первом регистре находится, поэтому удобно будет. Просто именно вот этот код и скопировать ещё меньше будет исправлений. Ну, посмотрим в дата шейте. Где у нас… Вот enabled. Вот disabled. То есть вот этот бит мы обнуляем. Идём в header файл. Вот. Датчик. Берём маску. И отключаем датчик. Disable. Вот так. Ещё раз соберём. Ну, теперь включим датчик. Датчик свой. Мы же его выключили. Можем скопировать вот этот комментарий. Да, в принципе, вместе с кодом. И немножко исправим. Пока вот здесь мы ещё не знаем, что мы включим. Ну, посмотрим сейчас. Затушите. У нас был регистр, с вами, по-моему, третий. Самый первый. Вот этот вот AMD здесь. Нам нужно включить вот такой режим. То есть при котором не нужно каждый раз, в общем-то, включать определённые биты, чтобы продолжилась конверсия. То есть она идёт за следом. То есть только считались по показаниям, записались в регистр и пошла следующая конверсия. То есть этим мы управлять не будем. Мы прерывания не используем, так как. И поэтому мы вот эти вот оставляем на улике. И здесь это также напишем. Тут нам даже и маску не потребуется менять. То есть здесь вообще у нас, как в народе говорят, халява. Ну, вот. Такой вот бит. Это уже именно бит. Ну, в принципе, на этом у нас инициализация с вами завершена. Уберём этот лишний скомментированный код. Ну, соответственно, можем мы всё вот это уже раскомментировать. Проверили. У нас нет ошибок с вами. Ну, перед тем, как считать оси, давайте проверим, что у нас останется гореть индикатор. То есть если что-то у нас повиснет, то индикатор будет у нас в отключенном состоянии. Для этого переведём, во-первых, камеру. Немножко свет подубавим лишний. И в глаза у меня светить поменьше будет. И виднее будут светодиоды. У нас сейчас светит светодиод, который сигнализирует о том, что у нас считался идентификатор. Прошьём теперь контроллер. Ну и видим мы, что у нас ничего с вами не погасло. Значит, ну, можно сказать, что инициализация прошла. По крайней мере, висяков нету. Может, что-то мы тут и наошибались. Видите сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, семь настроек. Ну, первая из последней приблизительно одна. Отключение и включение. Ну, теперь по осям, в общем, по считыванию. Начинаем работать. В общем, по осям ситуация следующая. У нас почти как и во всех с вами датчиках существует по паре регистров на каждую ось. То есть, данный датчик – это не исключение. Вот ихние адреса. То есть, ну, раскомментируем теперь код и начнём маленько вносить изменения. Пока вот этот вот низкоуровневой код. Ну, здесь баг. Именно read. Теперь адрес. Это осишный. Ну, вот. А теперь оси, в общем-то, собственно. Ну, оси у нас в заголовочном файле существует. Вот у нас они идут подряд и также подряд они придут и сюда. Ну, я думаю, ходить за каждой осью мы не будем. Лучше исправим помаленьку. Вот именно такой порядок. Сначала младший читается, потом старший. Ну, в принципе-то оно не важно, но у нас в буфере так с вами расположено. Сначала идёт младший байт, потом старший. Всё. Код собрался у нас. В принципе, здесь мы вообще ничего не меняем. Так же у нас и остаётся. Мы меняли в предыдущем магнитометре. А здесь всё у нас всё точно так же. Теперь здесь мы уже переименовались с вами. И начнём потихоньку здесь вносить изменения. Ну, тут у нас будет смысл, во-первых, воспользоваться кодом с занятием по магнитометру, потому что нет у нас там уже иксов никаких и мы использовали скользящие средние. В общем, ну, команду на считывание данных, как я и говорил, мы будем давать с вами не в бесконечном цикле. Ну, вообще мы её сюда, конечно, внесём. Она нам ещё пригодится. Ну, скорее всего, всё-таки пока-то мы будем в бесконечном. Но, тем не менее, готовиться будем к тому мы, чтобы у нас всё-таки всё это читалось в обработчике по таймеру, и причём не так просто читалось, а если у нас будет на то всё, команду извне. Поэтому, hold ward receive id h ward 2 str8 что-то тут нам понаворочил кейл со своими автоподстановками, конечно. Ну да, ничего, это всё исправимо. Ну, мы будем читать в буфер, соответственно, буфер мы сейчас с вами создадим. Но его всё равно в такой вот формат придётся переделывать. Потому что здесь будет именно указатель на память, а у нас будет массив с вами. Ну и где-то мы его вот тут вот в глобальном местечке создадим. Ну, мы на всякий случай побольше возьмём байт и впускай будет. Нули в них запишем во все эти байты. Вот так. И скобочка нам ещё нужно будет закрыть. Вот тогда всё. То есть мы с вами запустили первый цикл. Ну, неважно, мы можем даже запустить хоть когда. Приём у нас не начнётся, пока мы это всё в прерывании не обработаем. Только в этом случае начнётся приём. И так не будет никакого приёма. Ну, мы с вами UART уже проходили. Hall. Теперь time. Base. Как хорошо, что мы с вами отдельно прошли интерфейсы. Start. IT. Всё у нас с вами тут по прерываниям творится. Ну и здесь, соответственно, у нас hteam первый. Ну, вот так. Ну, осталось нам эти все прерывания с вами обработать. Для этого существует у нас функция. Ну, мы сейчас зайдём вот сюда. Файл это, скорее всего, один и тот же, но вообще лучше в заголовочной. Сейчас введём строчечку callback. Это удобные такие функции. Ну, вот он нам сразу попался, какая надо функция. То есть эти функции, у нас на них существуют заглушки. В общем, а мы пишем свои прототипы. Берём отсюда. То есть их тут несколько по таймеру. У нас именно вот такой. Когда закончился период таймера. Ну, мы когда-то писали с вами обработчик не тут. Мы писали в файле id. Ну, как я уже когда-то говорил, что здесь писать не всегда хорошо. Писать здесь хорошо, когда нету у нас callback функций. А когда есть, здесь писать не хорошо, так как здесь у нас обрабатываются все флаги. А нам нужно именно тогда, когда у нас взведен определённый флаг, вот на это нам и помогают вот эти callback. То есть они уже под это заточены. Идём в четвёртые скобки. Я так называю пространство между вот этим begin и end'ом с циферкой. Мы вообще ничего с этой функцией не делаем. Вот. И здесь оставляем также. Здесь не надо писать единичку. Здесь вообще не важно, что писать. То есть это просто передаёт сюда параметр. Она всё равно сработает. То есть… И здесь мы уже начинаем обрабатывать условия. Мало того, мы по определённому флагу попали, плюс ещё должны какие-то условия возникнуть у нас для того, чтобы нам включить с вами считывание осей. В общем, hteam экземпляр instance равен team1. Вот только тогда мы будем что-то с вами делать. Но не только тогда. Да. Ещё одно условие. Нам же надо знать, что нам пришли байты в буфер. Ну а если у нас буфер наполнился, мы это отслеживаем следующим образом. Кварт 2 rxFairCount у нас будет равен нулю. То есть если у нас пустого места там не осталось, всё заполнилось. Ну буфер мы с вами назначаем именно вот тут вот, когда используем вот эту функцию. То есть вот эту. Вот у нас мы собираемся читать 8 байтов, и тем самым холл библиотека нам позволяет это делать, назначив именно вот такой буфер на UART. Ну вот здесь как раз у нас и будет тогда бумага ряд функций. Только тогда. Ну и соответственно теперь нам нужно запустить опять считывание и ждать его, заходя иной раз в данный таймер. Ну приблизительно один раз в миллисекунду. То есть тысячу раз в секунду. А эту же как мы там таймер назначим в нашей программе вызывающей, так оно и будет. Вот здесь мы это вызовем с вами, скомпилируем код. Ну и в принципе нам пока тут проверять и нечего. Нам ещё здесь исправлять много. Я думаю мы этот процесс с вами отложим до следующего занятия. Нам не нужны слишком длинные занятия. Тяжело это всё выдерживать. Гранит науки он очень тяжёлый. Он неподъёмный. Поэтому нужно постепенно всё это делать не спеша. Ну на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Благодарю вас за просмотры. Благодарю вас за ваши лайки. Благодарю вас за комментарии, за подписки, за поддержку канала. Ну кто-то сумел даже железом поддержать. Этим особые спасибо товарищам. Ну а тем, кто смотрит, подписывает, также огромнейшее спасибо. Ну и также подписывайтесь на канал. Канал вы знаете, приоритет того, кто подписан на канал. Он получает в общем право знать о том, что у меня вышло новое видео сразу после того, как только оно опубликовалось. Ну соответственно, там нужно внести определённые настройки в колокольчик. Это я всё показывал, как делать. Если вы подряд смотрите все мои видео, вы знаете. Жмите кнопочку «Мне нравится», которая находится под экраном с видео, под видео. Тем самым вы мне скажете также маленькое спасибо. И я буду знать, что мои занятия требуются. Пишите комментарии в группах, под видео, на форуме. Всем пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok